Сколько будет областей, если взять не три, а четыре окружности? Вот давайте я нарисую сейчас каким-нибудь достаточно произвольным образом четыре окружности, извините, что они мне не очень ровные, и пересчитаю области. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, и здесь вот еще такая маленькая, незаметненькая, четырнадцать. Господи, это ужасно. Дело в том, что когда я добавляю четвертое множество, то вообще-то каждое из во сне имеющихся должно было разбиться на две части. Каждое из имеющихся должно было разбиться на две части. и на те, что принадлежат четвертому множеству, и на те, что не принадлежат. Два умножить на восемь – это шестнадцать, а получилось только четыре. Можно легко понять, что когда вы проводите крыль, у вас больше и в принципе не может получиться. Причина простая. Ведь когда вы проводите крыль, то от вас разрезания производятся при помощи вот таких вот тугов. А сколько таких тугов будет? Ну понятно, сколько. Каждая окружность пересекает в двух точках, поэтому добавится шесть тугов. В общем, легко понять, что законность пересекает в чем-то учиться. А задача решения – все равно учиться. Но на самом деле, в абсолютном большинстве случаев, математики, когда имеем дело с трех множествами, рисуют эту картину. А когда имеем дело с четырьмя множествами, рисуют уже не эту картину. Хотя, впрочем, и с тремя множествами рисуют часто не эту картину, а другую. Объясняю. Вот то же самое можно было нарисовать при помощи куба. Посмотрите, как это делается. Для принадлежности верхней грани – это будет означать, что принадлежит множеству целей. Верхняя грань мыслен на эту цель. А нижняя грань – это мысленно означает, что не принадлежит множеству целей. Дальше. Вот давайте считать, что вот эта грань – это мысленно принадлежит множеству А. И вот та задняя – это принадлежит множеству Б. Ребята, я сейчас расставлю значки и надеюсь, что все вы узнаете сразу, поймете, что это такое. 0, 1, 0. Совершенно верно. 0, 1, 0. Как это называют? Математики. Двоичный куб. Двоичный код, да, двоичный. А еще как? Система координат называется. Декартова система координат. То есть я представляю себе, что множество как бы отложено по оси. То есть у меня, если будет 4 множества, то нужно будет рисовать не 3 прямые из одной сочки выходящие, а 4. Я сейчас попытаюсь что-то сделать, но сначала дайте рисовать вот эту картинку, да? Итак, 0, 1, 1. Вот это называется трехмерный куб. И если вы посмотрите, то не в том смысле даже понятнее на этой картинке, чем на этой. Надо просто привыкнуть. То есть, понимаете, у вас вот эта грань обладает свойством, что первая координата равна единице. Вот эта вот грань обладает каким-то свойством? Все вот эти 4 точки. Вторая координата 0. Вторая координата 0. А вот те. Вторая координата 0. В общем, сами поиграйте, посмотрите. Отлично. Как же решать эту задачу для случая 4 множества? Как решать? Нарисовать 4 множества. Нарисовать 4 множества. Что значит нарисовать 4 множества? Это значит взять какой-нибудь отрезок, который выходит из этой точки, и не параллельно ни одному из них. Или, например, так берем и рисуем вот такую-то. И пишем сюда, во-первых, ко всем мне приписываем 0 в конец, просто четвертая координата у всех стала 0. Давайте я возьму на свой цвет момент и просто припишу в конец всем 1 и 2 цвет 0. Сейчас все будет хорошо. Итак, пытаюсь получить 4-мерный куб. Для этого всем вписываю четвертую координату 0. Замечательно. А вот дальше происходит следующее. Я должен все точки, так, для красоты, давайте опять поменяю белый цвет на красный, я должен все эти точки сместить на одно и то же состояние. Можно нарисовать просто куб белый, еще один. Коль вообще решил нарисовать его совсем заново. Ребята, какие художники. Художники всегда не будут. Он рисует 4-мерный куб. А ты то, что надо, с чем надо соединяешь, вообще-то нет. Ты ошибся. Смотри. Ты вот эту линию должен был соединить не сюда, а вот сюда. Да, белый-мелый. Я что-то нарисую. Здесь у меня 2-мерный куб. Нормально, рисуй сюда. Нормально. Сейчас справимся. Итак, мы рисуем 4-мерный куб. Что-то, кому интересно, в предыдущие годы было много-много-много проеда лекций. Поэтому, что-то, посмотрите. Ну, вот, я нарисовал. Что я сначала сделал? Я сначала нарисовал параллельное и равное. Я выбрал лекцию оранжевого направления. Нарисовал 8 параллельных оранжевых отрезков. И изнил белыми отрезками. Соединил не очень ровно. Но, вообще-то, если в тетради рисовать по линейке, получится гораздо лучше, чем у поля. Потому что, не видно, что рука дрожала. И поэтому эти отрезки многие получались неровными. Но, ребята, суть не в этом. В чем идея? Что я сейчас пишу здесь, вот, смотрите, старые координаты 1, 1, 1. И вписываю, что? Единицу. Здесь, вот, я пишу старые координаты, какие они тут были. 1, 0, 1. И новую координату пишу единицу. То есть, везде надо просто белые координаты повторить 1 к 1. А после этого приписать единицу. В общем, ребят, я не хочу на это сейчас всерьез тратить время. Это могло бы быть просто темой отдельного занятия. И, уверяю вас, вам в жизни предстоит еще много-много раз этим заниматься. Потому что это один из важнейших отделов математики. То, что называется программирование, дискретная математика. Это все, по большому счету, работа вот с этой картинкой. Ну, и, возможно, ее вариации. Понятно, что можно, кроме оранжевого, дорисовать еще один направляющий отрезок. Конечно, в пятимерных уголах. И так далее. Конечно, как только по-настоящему становится много точек. То есть здесь вот у нас было 8 точек, стало 16. Еще будет уже 32. Потом 64. Это все сливается в какой-то большой ужас. И, конечно, уже на самом деле придется разбираться просто с числами. То есть с какого-то момента картинка уже ничего практически не дает. Ну, то есть для 16 еще вполне себе можно разбираться на картинке. И когда 37 можно пытаться, это уже предел. Когда 64, то реально вы там уже запутаетесь. У них просто уже невозможно нарисовать так, чтобы по-настоящему что-то с этим делать.